А спонсором сегодняшнего видео является канал Cell Pro. У него уже вышел первый фильм и он по игре Russian Rider Online. Советую заценить и подписаться. Ссылочка на этот канал будет в описании. Спустя 3 года наконец-то Overwatch Software выпустили Eurotruck Driver 2018. Не завидую яблочникам, потому что релиз этой игры на iOS еще пока неизвестен, так как модерация не принимает эту игру. Лол. Так давайте ж окунемся в этот мир дальнобойщиков и посмотрим, насколько игра оправдала все наши ожидания. Начнем, пожалуй, с оптимизации. Да, в последнем обновлении ее улучшили разработчики, но на моем телефоне 2016 года до сих пор на низких настройках все лагает. Поэтому ты каждый раз разбиваешь свой грузовик и не можешь им нормально управлять. Ну а теперь можем побазарить о плюсах и минусах этой игры по сравнению с прошлой частью. При заходе в игру у меня сразу возникает вопрос. Да, кого-то это вообще не волнует, но меня волнует. Куда убрали аудиоплеер в игре? В первой части Eurotruck Driver он там был и функционировал нормально. Ты мог просто в игре указать папку с музыкой и все, она могла играть. Вы мне можете смело возразить, какого хера ты докопался, это же всего лишь мелочь. А я вам скажу, как вы можете представлять себе дальнобойщиков без песен из дорожного радио. Также вы можете сказать, мол, да возьми ты музыку из ВКонтакте или включи радио. А я скажу, что, во-первых, Мэйру офигели и сделали фоновое ограничение музыки, а во-вторых, это будет жрать вдвое больше батареи на телефоне, поэтому нахер оно мне надо? Ладно, что там еще добавили? Опа, можно теперь выходить из грузовика, то есть можно набить рожу любому боту, который мешает тебе проехать? А, нет, ты можешь просто харкнуть ему в окно. Крутая идея, разработчики. У вас в Европе все такое отношение выясняют? Опа, бы на тебя въебал, блядь. Ладно, что этот верблюд еще делать умеет? Так, он может садиться в позу Джеки Чана, но не совсем понятно зачем. О, он умеет прыгать, только какой смысл? На машину запрыгнуть не может, за забор перепрыгнуть не в состоянии. Че за овощ вообще? Наверное, единственное, зачем эта функция здесь, это чтобы при аварии выйти и посмотреть на ДТП. Да, блядь, лучше бы я остался в машине. Что касается открытого мира, то здесь он стал намного разнообразней. Тут тебе и горные серпантины, и леса, и побережья. Плюс 18 городов, включая Лондон. И, кстати, это еще не все. Судя по закрытым дорогам, там еще будет не один город доступен в следующих обновлениях. Кстати, о картах. Навигатор какой-то хера показывает неправильные дороги. Он показывает те маршруты, которые вообще не существуют. Как разработчики могли так облажаться? В плане графики никаких инноваций. Все то же самое, что было и в прошлой игре. Но вот неплохие изменения коснулись ботов. Они теперь ведут себя более умнее. Они не тормозят резко, они двигаются плавно. И, наконец-то, их научили поворачивать. Наконец-то, они поворачивают колесами, а не боком. К сожалению, на этом инновации кончаются. Потому что все, больше ничего нету. И слова нету в прямом смысле. Тут даже нету переправы из Европы в Великобританию. Серьезно, я полчаса катался и не нашел ни одной метки, где бы можно было переправиться в Лондон. Че за бред вообще? Но знаете в чем прикол? Ты можешь вызвать сервисную службу, и они тебя телепортируют в свой центр в Лондоне. Круто, да? За три тысячи попасть в Лондон. Офигеть. Илон Маск от такого плана просто вахуе. Зато из Лондона можно переправы попасть на материк. Реалистичность 10 овощей из 10. Катит контейнер в ВОЗ, тормоза не откажут на спуске. На подъем не заглохнет мотор. И помчит по ухабам по-русски. Дальнобойщик водила шофера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин